Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в программе. Очередное уголовное дело за репост картинок в интернете заведено в крае. В экстремизме обвиняют 33-летнего жителя Заринска. Последствия июньского урагана все еще устраняют, когда жители шести домов центрального района Барнаула обретут крыши над головой. Дорожку велосипедистам, методичку, как строить велодорожки, Минтранс планирует направить во все регионы страны. Сегодня в железнодорожном суде Барнаула прошло очередное заседание по делу Даниила Маркина, обвиняемого в экстремизме за картинки в интернете. А тем временем в поле зрения правоохранителей попал 33-летний житель Заринска Антон Ангел. По его словам, следственным комитетом заведено дело по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом стали материалы, которые, по мнению правоохранителей, Антон распространил через социальные сети. Дело было заведено в апреле 2018 года, но стало известно об этом только сейчас. Все, на чем построено обвинение, мне неизвестно и, как следователь обосновывает, в связи с действующим, в интересах следствия. Я не могу четко сказать, поскольку мне неизвестно, вообще принадлежат мне. Однозначно я уверен, что автором я не являюсь, поскольку для меня даже та суть, о чем ведется, это просто что-то новое. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры России, за июнь 2018 года в Алтайском крае, сообщает Банк Факс, было выявлено 9 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. За весь 2017 год 23 человека. В прошлом году в регионе зарегистрировано 45 таких преступлений, и это один из самых высоких показателей в Западной Сибири. Ну а накануне прошло первое заседание по громкому делу жительницы Барнаула Марии Матузной. Ее обвиняют в разжигании религиозной вражды и экстремизме за картинки, мемы, размещенные в интернете. На судебном заседании побывал Илья Кочетков. Полчаса до суда. Подсудимая Мария Матузная в сопровождении адвокатов общается с журналистами и теми, кто пришел ее поддержать. Говорит, скрывать ей нечего, виновная себя не считает. Когда размещала картинки, меньше всего рассчитывала задеть чьи-то религиозные чувства. Вражду к кому-то также возбуждать не собиралась. Когда эти картинки, в принципе, я сохраняла, тогда это 2015 год был, тогда даже статьи не было за оскорблением чувств верующих. И как бы что мне пытались вменить на допросе, что именно там ты оскорбляла, когда сохраняла. Таких мыслей тоже, конечно же, не было. Кого-то оскорбить. Я, в принципе, сама по себе добрый человек. И это просто мое чувство юмора, не более того. Постепенно у здания суда собирается группа поддержки. Пришли даже те, кто лично с Марией не знаком, но у кого за дело заживое сама история. Одна картинка не может приравнять человека к таким стопроцентным экстремистам, которые занимаются, ну, реально антисоциальной какой-то деятельностью. Журналисты поинтересовались у стороны обвинения. С чем связан настоящий бум таких уголовных дел? Но обвинитель заверил журналистов. Подобные дела были всегда, но масштабного общественного резонанса раньше не было. Сначала появился твит, который в течение буквально двух часов получил 400 репостов. Потом появился молодой человек, который уже в суде в Железнодорожном. И буквально на днях появился мужчина, 38 лет, который раз блокировку. То есть исходить из того, что эти люди существовали, эти дела были. То есть вопрос гласности. Упоминаемый прокурором молодой человек Данил Маркин также пришел поддержать Марию. Признается, жалеет, что не рассказал о своей истории раньше. С его точки зрения в ходе расследования были странности. Экспертизу у нас проводил комплексный лингвистический какой-то отдел барнавольский. То есть странно то, что эти изображения, только двое из десяти, которые фигуруют в деле, имеют в себе непосредственно слова. То есть лингвистика изучает изображения, а это уже неправильно. Сейчас Данил рассчитывает, что по его делу будут проведены новые независимые экспертизы. О нарушениях в ходе следствия говорила и подсудимая уже во время заседания суда. При написании явки с повинной адвокат мне не был предоставлен, какие-то мои права мне не были разъяснены. Меня ввели в заблуждение в ходе предъявления мне обвинений. Из-за этого, пояснила Мария, она себя и оговорила. Теперь попросила перевести ее дело из особого в общий порядок. Судья согласился с доводами защиты. По делу вновь будут проведены новые экспертизы, заново доброшены свидетели. Защита надеется увидеть в зале суда и двух девушек, на показаниях которых, в частности, основано обвинение. Впрочем, адвокаты Марии иллюзий не питают. Я не надеюсь на оправдательный приговор, честно. Потому что я не знаю ни одного оправдательного приговора по данным статьям. Срок будет, но какой он будет, условный или реальный, может быть и срока не будет. Потому что предусмотрен штраф, обеимый санкционный, правда штраф довольно большой, от 300 тысяч. Следующее заседание по делу Марии Матузной состоится 15 августа 2018 года. До этого времени подсудимая будет находиться под подпиской о невыезде. А мы продолжаем следить за развитием событий. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости. К другим темам. Более миллиона доз противогриппозной вакцины поступит в Край до конца августа. Она закуплена на средства федерального бюджета. Этого количества препарата хватит, чтобы бесплатно поставить прививки от гриппа почти половине жителей края. Традиционно за счет государства их ставят детям старше 6 месяцев, воспитанникам детских садов, школьникам, студентам, работникам медицины и образования, транспорта, коммунальной сферы, беременным, призывникам, пожилым людям старше 60 лет и жителям края с хроническими заболеваниями. Также вакцинации подлежат люди в категории высокого риска заболевания гриппом. К ним относятся работники сферы обслуживания, торговли и общественного питания. Всего до 1 ноября планируется поставить прививки миллиону 60 тысячам человек. Иммунитет формируется от двух до четырех недель, говорят врачи, после прививки и сохраняется в течение года. Поставить вакцину можно в течение всей осени, но самое благоприятное время, утверждают медики, именно сейчас. Это самый тот период времени, который и действительно определен для того, что если мы вакцину поставили, у нас с вами в течение двух недель формируется наработка иммунитета. Поэтому пока сегодня у нас благоприятное время, пока у нас очень хороший период времени, пока мы с вами не кашлям, не чихаем, массово не болеем, конечно, надо прививаться сейчас. В этом году экзотических видов гриппа, рассказала Ирина Переладова, в крае не ожидается. Ситуация, по прогнозу Института гриппа, в регионе пока благоприятная. В Крымой столице продолжают устранять последствия урагана, который случился в Барнауле в конце июня. Он оставил десятки домов без крыш, и сейчас их восстановлением активно занимаются. К примеру, в Затоне все 27 пострадавших зданий уже обрели кровлю. В центральной части города 9 из 15 покрытий отремонтированы. Дошла очередь и до дома на Гоголе. Крыша дома номер 60 против стихии не устояла. Одну половину унесло, вторую перекинуло на другую сторону. По словам жильцов, в тот момент весь дом буквально закачался от урагана. Сейчас к ремонту кровли уже приступили. Средства на ее восстановление выделил фонд капитального ремонта. Пострадало покрытие, пострадала стропильная система, возможно, пострадал маурат и крепление стропильной системы к зданию, к стенам. Ремонт будет проводиться за счет резервного фонда регионального оператора, а с последующим там, возможно, привлечением средств собственников. Таких еще два дома в Алтайском крае, где уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Также за счет фонда капитального? Да, да. На таких же условиях. Восстановление кровли по программе капремонта во внеочередном порядке предусмотрено краевым законодательством. Главное, чтобы жильцы формировали средства на счете регионального оператора. Основанием стал введенный режим ЧАЭС, а также решение специальной комиссии. Сразу было в МЧС сообщено, в КЖКХ, главный инженер КЖКХ Ращепкин Денис Анатольевич, он как раз с объездом был, значит, зафиксировали комиссии и так далее. И вот мы теперь то, что получили, то получили. Будут делать новую кровлю. Мы оперативно собрание провели, протокол сделали, значит, и все это заслали, чтобы это, но это все сработало. Подрядчик обещает, новая крыша здесь появится в течение 45 дней. Всего же без кровли осталось несколько десятков домов. А в Затоне 27 крыш уже отремонтированы. В основном за счет средств управляющих компаний поселка и резервного фонда города. В Барнауле покрытие еще шести домов будут восстановлены в ближайшие две недели. Юлия Демидова, Александр Антропов. Наши новости. Методическую по строительству велодорожек направят во все города страны. В Минтрансе разработали рекомендации, с помощью которых надеются мотивировать регионы поменять авто на велотранспорт. Для начала, предполагают авторы, достаточно построить велодорожки на короткие расстояния, до 15 метров. Но и такие, по их расчетам, уже сократят количество дорожных пробок. Если говорить о краевой столице, то сейчас город практически не приспособлен к передвижению на двухколесном транспорте. В безопасности и с удобством велосипедистам можно прокатиться разве что по центральным площадям и паркам. Перемещаться по городу уже сложнее. К примеру, обязательные спуски, подъемы с бордюров по всей протяженности дороги можно наблюдать лишь на главных улицах. Ну вот эти, знаете, основные. Камс, Ленина, Соц, ну и Красный. Все. Как-то так у нас все. Ну все равно неудобно. Ребята во дворах все постоянно с дворов выезжают. Тоже неудобно. Пешеходы, ну они как-то думают, что мы неконтрольно ездим. На самом деле мы же все в дорогу видим. Я, допустим, еду прямо, я понимаю, что я сейчас его объеду слева, и он опять налево выскакивает. И мы так с ним сталкиваемся. А тех, кто предпочитает ездить сбоку по проезжей части, нередко сбивают автомобилисты. Именно поэтому в Минтрансе страны решили помочь регионам ускорить строительство велодорожек и расписали в брошюре все требования. Так, минимум, который должен быть отдан велосипедистам, почти полтора метра. Это расстояние могут взять у пешеходных дорожек или забрать у автополосы. В целом документ прописывает всю инфраструктуру, от парковок до специального светофорного регулирования. Насколько реально ли воплотить идею Минтранса в жизнь в столице края, расскажем в ближайших выпусках. Барнаульский орнитолог Алексей Эбель обнаружил в ленточном бару недалеко от города гнездо краснокнижного черного аиста. А наши корреспонденты стали свидетелями того, как птенцы этой редкой птицы впервые встали на крылом. Съемочной группе удалось также запечатлеть уникальные кадры, как самка аиста кормит птенцов. Илья Кочетков принимал участие в этой необычной фото-видеоохоте и готов поделиться впечатлениями. Алексей Эбель – фотограф и орнитолог, специалист по птицам. Ученый, но совсем не кабинетный. Много времени он тратит на поиск мест гнездования редких птиц. Например, здесь, на малоприметном участке Барнаульского ленточного бора, находится гнездо очень редкого вида аиста – черного аиста. Видо, занесенного в Красную книгу России. По словам Эбеля, в окрестностях Барнаула в этом году насчитали 11 гнезд. В них обитает 14 взрослых птиц и 23 птенца. Он говорит, нигде в Сибири эти пугливые птицы не гнездятся в таком количестве так близко к людям. Сыграли свою роль водные артерии – Барнаулка и Офь, а также особые ландшафты ленточных боров, в которых можно найти нетронутые цивилизации участки. Ой, и комаровший здесь, а. Если прислушаться, то слышно лай собак, шум машин, поездов. Мы формально в черте городского округа. И вот, пожалуйста, такой заповедный уголок. Главный, пожалуй, враг черного аиста – человек. Их гнездовые участки нередко попадают в зону вырубки. Причем лесорубы порой не знают, что нарушают закон. Чтобы избежать трагедии, Алексей и волонтеры, а также просто неравнодушные люди сообщают в Краевое министерство природы о найденных гнездах. И пока птенцы, оперившись, не улетят на зимовку, отслеживают их судьбу. В этом гнезде их четверо. Ждут, когда кто-то из аистов родителей вернется с добычей покормить. И вот, свершилось. Если не ходить у гнезда, там не орать, руками не махать, ничего резкого не делать, постепенно их приучать, то есть они достаточно быстро привыкают и вполне естественно себя ведут. По словам Алексея Эбеля, получить такие кадры, особенно с близкого, а расстояние, меньше 20 метров, это большая удача. В отличие от своего белого родственника, черный крайне осторожен и пуглив. Самка может сутками не приближаться к гнезду, если рядом человек. Но, отмечает ученый, если быть осторожным, можно стать свидетелем процесса. Нам повезло вдвойне. Мы увидели, как птенцы совершили один из своих первых полетов. Пошел. Алексей Эбель отмечает, у пернатых осталось чуть больше месяца, чтобы научиться летать и охотиться. Осенью они отправятся на зимовку. Где родина барнаульских черных аистов, ученым еще предстоит установить. Но, предположительно, это Ближний Восток. Пилья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В регионе потеплеет. Практически на всей территории края ясно, без осадков. 25 тепла в Бийске, Кулунди и Олейске. 26 в Славгороде и Белокурихе. В Рубцовске 28 выше 0. В Барнауле ясно. Ветер вновь северный, но умеренный. Ночью до 10, днем 22, со знаком «плюс». У меня на этом все новости. До встречи. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова